Итак, всем привет, с вами Дубгай, и сегодня мы поговорим про шпионаж в Хоэй-4. Если вы вдруг еще не подписаны, ребята, обязательно подпишите, чтобы не пропускать и другие полезные очень видео, или просто прохождение, но мы же переходим к самим агентству, и что с ними делать. Поехали. И вообще шпионаж состоит, я бы сказал, из трех частей. Первая часть — это разведданные, вторая часть — операции, третья — это криптология. Давайте по всем по порядку. И начнем мы, конечно же, с разведданных, и давайте расскажу вам, какие из них. На самом деле важны, какие не очень, и какие вам вообще проценты стоит достигать, а самое главное — как. Вообще, откуда берутся разведданные? Во-первых, с идеологии. Каждая идеология выпускает какое-то определенное количество разведданных. Здесь видите, это фашизм. Если посмотреть на, к примеру, демократ, видите, здесь другие числа. То есть фашизм, допустим, чуть-чуть поменьше каких-то разведданных. А других, наоборот, больше. В общем-то, это что-то вроде базы, которая имеет плюс-минус все. Также на разведанные влияет экспорт. Соответственно, чем выше у вас закон, тем больше разведданных вы даете. Какие еще есть способы? Это авиация. То есть вот, к примеру, я сделал себе 100 самолетов-разведчиков. Среднего класса, чтобы они могли нормально видеть. И раскидываю их по вражеским территориям. И потихоньку мы получаем разведку с воздуха. Также это радары. Ведь я построил здесь радар. Теперь смотрим. У нас от радаров получаются еще какие-то проценты. Тоже приятно. Соответственно, чем больше вы покрываете, тем больше вы будете получать процентов. Давайте-ка создадим агентство. И что-то у нас еще есть дополнительное. У нас, конечно же, есть шпионы. В консоли вписана команда, которая быстро все действия агентские делает. Поэтому мы сразу набираем соточку и смотрим. Здесь видите, от разведывательной сети 9.4. Это как раз-таки наш шпион. Мы можем увеличить это, сделав все чернила. Теперь видите, это уже 15. Это уже посолиднее. И вот эти вот еще отделы также увеличивают ваши разведанные. То есть, допустим, у вас было 50%, и эти 50% умножаются на еще 1.25. То есть, плюс 25 к тому, что у вас было, а не просто плюс 25 к каждому из этих. Надо понимать, что это именно множитель сверху. И как раз-таки криптология. В главном Германии получаем себе пассивно еще дополнительные разведанные. Видите, еще десяточка у нас появилась. Давайте добавим еще одного шпиона. Разведи сеть стала больше, даже если мы поставили туда же. И видите, у нас уже 30%. При этом, если поставить в другую точку, то тоже будет 30%. Но, в общем-то, повыгоднее расставлять их в разных местах, чтобы у вас сеть раскидывалась на большее количество территорий. Кроме того, такие вот сети очень жестко дебафают русские войска. Минус 5 максимальной укрепленности и минус 100% максимальный фактор планирования. То есть, Германия, допустим, в нашем случае не может получать бонус от планирования вообще. Это очень сильно может быть. Но это еще не все. Можно делать операцию. Как раз-таки нам здесь доступно 4 операции по внедрению в различные сферы, как раз-таки, для разведки. Моментально мы его выполняем благодаря нашей команде. И вот оно. Вот операция 12%. Это как раз-таки то, что идет вам эта самая операция. Соответственно, в других их нет. Можно провести в других. И потом эти 12% также будут умножаться на наш модификатор. Еще один неочевидный способ. Это ловить вражеских агентов. Правда, это достаточно сложно симулировать. Надо подождать, пока он поймается. В любом случае, вот этот грейд очень сильно повышает шансы словить. Соответственно, если какие-то вражеские шпионы у вас работают, вы можете делать технику допроса, словить. И от шпионов еще получить очень неплохие разведанные. Там дается действительно много. Ну и напоследок можно получить разведанные с помощью боев, соответственно, наземных, морских и, соответственно, в воздухе. Какие разведанные я считаю особенно полезными и в каких процентах? Я считаю, что гражданские разведанные стоит иметь хотя бы на 50%, чтобы видеть, какие фокусы делает другая страна. И понимать, чего ожидать, какой вообще там прогресс и какой там путь идет. Плюс 70% также очень полезно иметь. Вы видите топливо. Топливо очень хорошо понимает, сколько у противника имеется, и есть ли вообще доступ к нему. Также это открывает торговые пути, что позволяет вам понимать, где лучше их атаковать. Впрочем, без 70% вполне себе можно справиться, 50% более чем достаточно. Остальные потому, что данные можно примерно понять и самому. С армейскими разведанными ситуация другая. Чем больше, тем лучше, потому что вы получаете за преимущество над вражескими разведанными бонус непосредственно в бою. В некоторых модах это, конечно, убирается, особенно часто в мультиплеерных. Но как минимум в ваниле вам всегда хорошо иметь максимум разведанных. А так здесь основное это 30% видеть доктрины вражеские. Я бы сказал, что 70% тоже неплохо, потому что вы видите полностью армию, вы видите самое главное, запасы и снаряжение. То есть вы понимаете, сколько ресурсов у противника есть. Но как я и сказал, чем больше, тем лучше. Флот, как ни странно, также очень-очень хорош, если вы ожидаете каких-то боевых действий на море. Как минимум, если вы хотите высаживаться, либо мешать противнику высаживаться, вам нужно точно добивать до 40, потому что там есть штрафы при отсутствии на море до этого. Соответственно, намного проще, если противника вас знает много, а вы о нем очень мало по процентам, то ему намного-намного проще завоевать при отсутствии на море. Это неплохой фактор. Также важно 50% видеть, где действует флот противника. Таким образом, вы можете быстро уклоняться от его каких-то флотов, или наоборот, их находить и успешно разбивать. Конечно, идеально тоже иметь до 80, потому что там вы видите, какие и где выполняются задания. Соответственно, проще понять, что именно подлодки, что что-то другое. И вы можете видеть вражеские варианты кораблей, и если вы, допустим, играете в серьезную морскую игру, то вы можете примерно видеть, какие там есть цифры пробития брони, во что идет ваш противник, на чем приоритизирует постройку своих кораблей, и, соответственно, пытаться из этого выстроить свою какую-то стратегию, которая законтрит это. Очевидно, если никаких морских боев не предвидится вообще, то это бесполезные разведанные. Их можно в таком случае игнорировать. Примерно похожая ситуация с самолетами, потому что, объективно говоря, это самые, наверное, слабые разведанные. Максимум это может дать вам понять, какое вообще у вас отношение по авиации. Их расположение также мало влияет в роли, потому что вы понимаете, что он и будет ставить поближе к фронту, чтобы у них была побольше эффективность. Вся здесь информация примерно может вами и так быть вычтена и правильно предположена. Максимум тут конструкции самолетов, но, опять-таки, вы примерно можете понять, какие делают ваш противник самолета по тому, как вы трейдитесь. Максимум здесь можно посмотреть, сколько доктрин вашего противника, но это 30%, это почти всегда у вас и так будет. Изважно, нужно понимать, что вот здесь вот есть такая вот кнопочка, на которой надо не стесняться переключиться и видеть, что здесь есть чего. Есть тоже вот эти кнопочки, очень важно, вы можете просматривать все доктрины, когда у вас нужны проценты. Это очень-очень хорошо, то же самое здесь с технологиями и выдачными, морскими, здесь все то же самое. Это игнорировать не стоит, если у вас есть, всегда полезно посмотреть, чтобы понять, как что делает ваш противник. Хорошо, давайте немножко проговорим про криптологию, здесь все очень просто, поэтому сильно быстро. Просто взломов противника вы уже получите бафы, на самом деле очень хорошие обнаружения в воздушных боях, это сильная характеристика, плюс дополнительные данные, это тоже всегда полезно. И эффективность перехватчиков, это тоже очень сильно. Ну, конечно, вот эта кнопка еще сильнее, бонус к защите, бонус к прорыву и еще дополнительные разведданные, что по факту просто бустит ваши военные разведданные, чтобы иметь побольше процент атаки. Также это помогает при вторжениях, потому что это дает минус штраф за вторжение, это на самом деле тоже очень сильно. Такое распланирование, достаточно приятный баф, но нажимается эта кнопка в основном вот ради других бафов. На этом про криптологию все. Единственное, что можно сказать, очевидно, вот эти исследования ускоряют ваш взлом противника, вот этот наоборот замедляет взлом противника. Итак, теперь давайте поговорим про другие операции. Очевидно, как я уже вам говорил, есть внедрения, которые дают дополнительные разведданные, но также они еще дают возможность красить чертежи. Сильно ли это? Есть ли вообще в этом смысл? Вообще, если вы городе, то вам стоит всегда брать кражу чертежей вот здесь вот, и как ростки чернила, которые уменьшают риск. Риск — это шанс ваших агентов уйти и стать неактивными какое-то время, либо вообще пойматься, либо умереть. И в целом, да, вы можете украсть очень хорошие технологии, но вы можете в том числе украсть и ничего. Там есть достаточно разные бафы, начиная от получения какой-то рандомной технологии, заканчивая бонусом на опережение на 2 года. Вот этот баф особенно сильный, иногда он выпадает, но это действительно рандом, и я бы сказал, в среднем лучше не тратить на это свою промышленность, а на... тут вот опирал за как раз-таки промышленность и тратиться, потому что смотрим, крадем мы военные чертежи, и украли шасси легкого танка. Нужно ли нам это шасси на Британии? Вряд ли. Если мы украдем промышленность, у нас вполне себе большие шансы украсть какое-нибудь синтетическое топливо для вот этих вот технологий, потому что учитывается именно то, что есть у нашего противника. Если наш противник имеет какую-то не очень полезную для нас технологию, а мы ее получим, это будет просто потерей нашей промышленности. Впрочем, если вы, допустим, крадете технологии флота у какой-нибудь очень развитой морской страны, есть шанс получить что-то полезное для вас, если вы тоже хотите построить флот. То есть в теории, если вы отстаете, это может немножко вам помочь. Но еще вы можете украть бесполезную технологию авианосцев, которую вы, допустим, не хотели строить, так что вам решать, хотите ли вы рисковать. Есть еще вот здесь вот две операции там доступные, это переворот, в принципе, достаточно очевидно, должна быть низкая стабильность, либо страна должна быть не сильно большой, тогда чуть побольше стабильность, но еще еще не полная. Также партия, которую вы хотите поставить в игре, должна иметь достаточный процент поддержки. Очевидно, что в мультиплеерных играх такое обычно и происходит, в синглплеере в этом тоже смысла очень мало. Достаточно бесполезная операция, хотя ради веселья ее можно попробовать. И скоординированный удар тоже, то, что на самом деле очень редко можно использовать. На самом деле эта операция очень сильная. Вы можете ее сделать, если у вас есть казус Белли, и вы можете объявить войну этой стране. Фактически вы можете сделать сразу несколько ударов по порту и стратегической бомбардировки. Только эта операция готовится, сразу несколько подряд миссий, по-моему, с повышенной эффективностью, но я могу быть неправ, отрабатывает по вражеской стране. Таким образом, в теории, вы можете вывести большое количество флота и нанести большой урон вражеской инфраструктуре, вражеским заводам. На практике это не всегда работает, иногда все почему-то сломано и вообще ни один не вылетает. Плюс вы должны атаковать, а в очень редких случаях это именно вот так вот и происходит. Так что, очень сильная операция, но почти невозможно ее применить. Есть еще также операции по саботажам и повышению сопротивления, когда ваша территория или в принципе какие-то оккупированные территории есть у странной цели. Такие операции я также считаю крайне малоэффективными, потому что они требуют очень большого времени, а наносите вы очень маленький урон. И цель сопротивления вы также поднимаете не на так долго, не на так много. Причем всего в одном стойте, а тратите на это очень много ваших ресурсов и время ваших агентов, которые в это время могли заниматься чем-то более полезным. Также еще один неочевидный баф от внедрения, это вы получаете политку в правительстве и соответственно опыт армии, флота или воздуха вот в этих внедрениях, если они очень эффективны. То есть есть обычный исход, когда вы получили внедрение и хороший исход, когда вы получили это еще дополнительный бонус политка или опыт. Соответственно вот эти вот агенты с обладнителем, в принципе агенты с эффективностью внедрения повышают на это шансы. Ну и последняя часть это действия наших агентов. Давайте посмотрим. Есть построить расцветсеть, как вы видели. Мы создаем расцветсеть И она дает дебафы вот здесь вот И дает дополнительные разведданные Есть перевести сеть в режим скрытности Сеть будет оставаться ровно такой же всегда Не давать дебафы вашему противнику Но все так же давать ваши разведданные При этом ваш агент не будет рисковать То есть его потерять в такой ситуации невозможно Это очень полезно, когда вы набрали, допустим, высокие проценты И вы оставляете просто одного агента поддерживать эти проценты А другими делать какие-то операции в стране Чтобы вам не надо было каждый раз заново делать эту сеть Усилить идеологию В союзной стране нельзя Можно только в нейтральной Потому что вы не можете строить разведсети в союзных странах Соответственно, помочь друзьям поднять свою идеологию не получится Только врагам или нейтральным странам пропихивать свою идеологию Это можно делать для как раз таки переворотов Но кроме этого особо пользы в этом нету Да, это немножко влияет на стабильность, но это совсем пыль Есть, допустим, вот эта вот кнопка, которая уменьшает поддержку войны и стабильность Вот это может иметь смысл как раз таки Это действительно очень неприятно Если ваших агентов, конечно, не ловит То есть несколько настаканных таких агентов могут неплохо так снизить Там все еще есть лимит, но никакой стране не хочется иметь стабильность ниже сотки И военную поддержку ниже сотки Дальше, дипломатическое давление Самое бесполезное действие Потому что он повышает шансы на согласие на ваши дипломатические действия, но не повышает на право прохода и стоянку То есть на бесполезные действия он повышает шансы, но на полезные нет Большое количество агентов не повысит этот уровень отношений дальше Он просто быстрее его достигнет Ну и в принципе стакать агентов на одну и ту же миссию не сильно эффективно, кроме вот идеологии и пропаганды Потому что они все еще чуть-чуть дополнительные бафы дают Вот эти же миссии просто это быстрее работает Цель сопротивления очевидно работает вообще немножко по-другому Сейчас я вам расскажу как Контроль торговли же не очевидно, очень хорошая кнопка Потому что очень часто бывает, если игра не слишком простая, то ресурсы в мире ограничены И вам не хватает каких-то ресурсов Часто допустим это может быть резина, алюминий, любой хром, хром Соответственно вы можете покупать только ограниченное количество ресурсов, которые не покупают другие И как раз таки это торговое влияние позволяет вам покупать больше Таким образом вы можете у противника отбирать ресурсы какие-то из третьих стран и себе их получать Достаточно полезно, если есть проблемы с ресурсами в мире Контрразветка очевидно просто увеличивает дополнительно параметры контрразветки Как я и говорил, это время выполнения операции против вас и ловли агентов И вот это вот дает минус 10 целей сопротивления Фактически это дает минус 10 сопротивления в провинциях, на которые действуют К примеру, вот в Сомали я поставил гражданский взор, тире там цель сопротивления 36 Что означает, что сопротивление в провинции будет стремиться к этому значению С модификациями от ваших разных бафов и дебафов Ставим туда шпиона и теперь там цель сопротивления 28 Соответственно, минус 10% от этого значения Что на самом деле очень неплохо Прокачали два грейда и теперь вернусь в минус 15 В итоге стало 23 Это на самом деле очень неплохо, так что рекомендую пользоваться, если у вас есть какие-то провинции с высоким сопротивлением Есть еще одна неочевидная механика Вы можете в конструкторе танков, нажав вот сюда и иностранное сравнивать с вражескими танками, ну или просто с третьими странами Вот таким вот образом То есть если вы получили джазовые данные, очень полезно будет сравнить ваш танк с вражеским То же самое, конечно, доступно и для самолетов Ну и конечно кораблей Из апгрейдов, как я и говорил, здесь есть борьба с противнанами, полезный апгрейд Здесь можно вербовать вражеские граждане, это полезно Вы получаете шпиона с гражданством вражеской страны И это дает очень хорошие бафы и очень сильно снижает шансы его обнаружения Команда это очень сильные агенты, но на ролях это еще попробуй А в общем-то баф вот такой Минус шансы обнаружения, это сильно Минус риски и плюс эффективности в разных миссиях Самое главное, конечно же, фактор обнаружения То есть в целом достаточно бесполезный апгрейд Учитывая то, что есть и другие полезные перки Это, как я и говорил, очень хорошо, чтобы ловить вражеских агентов и получать с них разведанные И, конечно же, мешать врагу шпионить за вами Торговлю дипломатическое давление бесполезно Потому что это лишь скорость роста, то есть кап все равно есть Вот здесь вот на самом деле есть смысл Потому что чем быстрее диалоги набираются и чем быстрее падает стабильность, тем лучше Вот это, получается, увеличивает эффективность То есть увеличивает эффект от сопротивления 200 Как я говорил, это достаточно бесполезно Но если вы это делаете, конечно, можно прокачать Скоординированный удар, как я говорил, практически не должно применить Поэтому бессмысленно это брать По-моему, это вообще ничего не делает По чертежам я говорил И пилюли для самоубийства В целом, на самом деле, полезно прокачать, чтобы агент ваш работал быстрее Чтобы, если он попал в плен, сразу менялся на другого Плюс это немножко уменьшает шансы обнаружения Ну и что ж, на этом, пожалуй, все С вами был Дубгейм Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны Оставляйте также комментарии и вопросы, если у вас еще какие-то остались Также делитесь обязательно ответами с другими юзерами Видео скоро будет в описании До скорых встреч, всем пока!